Она подошел к ней, схватил ее за шею своими руками, стал душить, говоря, что прибьет ее, что ей не жить, если она не продаст квартиру. Такие издевательства Наталья Ивановна терпела в собственном доме несколько месяцев. Кошмар начался после того, как половину квартиры пенсионерки купили черные риэлторы. Рассказывает, подельники решили превратить ее жизнь в ад, чтобы заполучить вторую долю. Я прихожу, дверь открыть не могу. Смотрю, дверь сосломана, я стучусь. Мне говорят, все, иди отсюда, ты здесь не живешь, сядь здесь, мы будем жить. Из-за дверей мне отвечают. Я ему говорю, дай мне, я хоть лекарство заберу. Никакой реакции. Все, иди отсюда, ничего, я тебе не отдам и все, иди. Женщина год добивалась возбуждения уголовного дела против обидчика Аносова и пыталась доказать, что он принуждал ее к сделке. Для него это не первый приговор и не первая квартира. К Лилии с мужем он тоже наведывался в гости. Риэлтор купил часть их квартиры и заставлял их продать свою долю по заниженной цене. По словам супругов, он угрожал заразить их сына гепатитом, а родственнику и вовсе сломал руку. Но вышел сухим из воды. Было заседание, два года ему присудили, но тем не менее по амнистии отпустили. И по нашему делу то же самое. Сколько он реально провел тогда, получается, за решеткой? Нисколько. По данным следствия, подсудимый и его коллега заполучили доли в 12 квартирах по всему городу. Так что схему выживания соседей они поставили на поток. Нашлось немало свидетелей, которые вынуждены были уступить угрозам, не выдержав давления. С апреля 2012 года Аноса стала ее терроризировать. Именно звонить ей на мобильный телефон примерно один раз в неделю. Говорит о том, что он на свою долю пропишет китайцев и они устроят ей веселую жизнь. Аноса требовала от нее продажи всей квартиры. Она не соглашалась на продажу квартиры в сентябре 2012 года. Была вынуждена согласиться с его условием. Похоже, схема работала много лет. До сих пор Аносову удавалось избежать реального наказания. Впрочем, не признает своей вины он и сейчас. Было дело сорвался, не отрицаю. Это, скажем так, эмоциональный взрыв. Руками не другое? Нет. После этого я сразу ушел из квартиры и в принципе больше не появлялся и не общался с этой семьей. Но убедить суд черный риэлтор не смог. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Вот только квартирный вопрос приговор не решит. Аносов и его коллега по-прежнему остаются владельцами долей в квартирах. Афанасьев там продолжает пускать квартирантов. Занял всю квартиру. Я туда попасть не могу. Вот. И там семья из трех человек. И кошка. Еще у меня аллергия на кошку. Я как прихожу, начинаю там задыхаться, чихать. Ну, а они там заняли всю квартиру. Пользуются моей бытовой техникой. Невольные соседи риэлторов и не подозревали, что у них столько друзей по несчастью. Пострадавшие познакомились только в суде, когда они пришли в качестве свидетелей. Там же договорились, что продолжат бороться за свои квартиры и подготовят новый иск, чтобы наказать и других обидчиков. Анжела Брекват-Клупаев. Главные новости Екатеринбурга.